сейчас мы снимаем двух лучших вратарей центауры ну что всем привет видели как я прокачался в своих блогерских навыках это конечно больше шутка но в целом в целом хотел бы начать с того что блин огромное спасибо за то что посмотрели первый ролик накидали там кучу лайков комментов там есть такая метрика на ю тубе как я теперь знаю как количество реакций на видео и вот предыдущий видос собрал 120 реакций то есть 120 в месте лайков и комментов супер круто еще более прикольно было получить кучу от вас отзыва в личку написали везде вконтакте в инстаграме в ватсапе в телеге звонили люди короче я не ожидал что будет такой большой отклик что многим людям будет интересно посмотреть по крайней мере из нашего окружения вот поэтому большое спасибо за каждое сообщение за каждый коммент за каждый подкол который был мой адрес это дубль все супер классно мне было очень приятно сразу говорю мне не очень понравилось прошлом ролике что некоторые моменты были резко обрублены начинали следующие это было потому что я прям много наговорил и не хотел сделать выпуск больше там получаса поэтому я резал и бывало что речь была настолько плотная что как-то обрубить незаметники не получалось если будет в этот раз такое жену знаете я просто уберег вас от кучи возможно не самой первостепенной информации немного пробежимся по вашим отзывам потому что я просила составить комментарии вы оставили и я не могу это проигнорировать это важная часть чтобы это было не просто куда-то туда информация неизвестно куда чтобы мы или какой-то диалог некоторые были комментарии или мне в личку писали с вами да нет чувак тебе точно придется купить крутую камеру тебе точно одна нет людей чтобы они снимали контент все это мы будем миксовать ты будешь миксовать и его будет круто будет как у больших блогерских команд и так далее но пока пока на этапе вникание во все это я хочу делать по-другому я хочу больше делать я говорил информационный контент от меня и где-то на фоне будет футбик особенно учитывая что мы сейчас играем в чемпионатах которые там мало кто про них знает поэтому мы будем освещать их но скорее на фоне как мы что сыграли табличка там еще что-то буду рассказывать но основное все-таки контент будет я буду рассказывать про то что происходит в клубе были комментарии тебе все равно придется делать контент круче да придется возможно когда-то но сейчас хочется делать вот так вот в этом есть своя какая-то фишка что там я рассказываю все от первого лица не приходится я могу на ней там оператора что-то снять сделать крутой выпуск но знаете я постоянно смотрю youtube много разных медийных или не очень медийных команд снимают контент и бывает я смотрю и понимаю что как-то за роликом нет души то есть нет мне за что зацепиться как будто бы бегать люди кого-то ты знаешь лучше кого-то чуть хуже вот но как-то все это не не связывается в единую цепочку непонятно для чего вот здесь у меня есть простая прямая цель снимать контент и прокачать себя в роли ну не знаю ведущего канала блогера как угодно да поэтому это будет все проходить сквозь меня вы будете получать контент на том уровне на котором пока я его могу произвести также многие писали давайте челленджи еще что-то да это все будет и я так немного спойлер ну я прямо в чатах ком наших составов спросил ну скинул ссылку на видео и сказал что будет контент кто хочет участвовать в какой-либо роли и были люди которые сказать я хочу челленджи я хочу там удары выхода один-на-один кто сказал я хочу вести репортаж сбровки то есть люди где-то видели персонажа в медийном футболе и говорят я вот могу как он ну только круче естественно пошли в центавре вот в общем уже где-то там больше десяти желающих у нас появилось кто хочет делать контент кто-то вообще в других странах находится я буду сейчас здесь что-то снимать про футбол и буду тебя отправлять блин это супер прикольно я уверен что в следующих выпусках будут вставки от c людей да то есть c наших чуваков игроков тренеров кто хочет тоже заниматься контентом как-то в этом прокачиваться постепенно будем подключать и будут по-любому какие-то рубрики которые вот не только от меня но и от наших людей я считаю это будет прикольно и переходим к игре основы против импульса 2 много было ожиданий мы с никитой с тренером импульса общались он прямо говорил что хочет привести на нашу основу свою основу чтобы это был конкурентный матч интересный но к сожалению так получилось что у них игра была в плюшевой лиге в субботу сложная против куркина и на нас приехал откровенно дубль ну очевидно было что если импульс придет дубль то им будет не сладко потому что пацаны молодые а мы в общем то чувствуем запах крови у нас чемпионство возможно уже совсем скоро будет наших руках и мы мы собрались мы были настроены и мы в общем то сделали то что делали предыдущие три матча мы выиграли с двухзначным счетом сейчас я уже научился как выяснилось то делать два экрана то есть показывать вам нарезки с матчей сразу скажу что лига московская футболь лига нас немножко сейчас подводит с контентом потому что у нас было договоренность что они снимают целые матчи делают обзоры с вышки и то есть у нас нужно было как минимум нарезать обзор и все это было красиво к сожалению оператор подвел не приехала нам пришлось ну как просто как в каком-то телешоу или в каком-то ситкоме как устраивать съемку своими руками то есть там просто игроки ходили близко к чужим воротам и снимали голы какие-то головы снялись даже прикольнее чем обычно потому что они были очень близко в динамике какие-то ну откровенно так себе и вообще снимать матч на телефон ну естественно я не планировал потому что это то что должна делать лига потому что это их прямые обязанности мы за это планируем пацаны сегодня походу голы никто не будет снимать рэв ну чё скажешь про главную судью пацаны из импульса что думаете про мфл профанация ну чё восьмером надо вы слишком молодые вы перебегаете нас я в лиге чемпионов ну-ка встаньте сделайте серьезные лица я наложу гимн лиги чемпионов ставь ставь заебал рэв встань тоже ставь да да ты карлик рова таким сложным лицом виктор просто реально лига чемпионов пацаны гимн лиги чемпионов играет заебали бег готов но чтобы совсем не оставлять вас без голов потому что вы понимали будет много мы снимали на телефон вы сейчас можете эти голы видеть заходи заходи хорош серёж что скажешь для памяти история на парни и наверное отмечаем еще такую интригу помимо чемпионской дуэли скажем так c1 и ривьеры который идет на протяжении всего сезона ривьера сыграл уже все матчи и потерял очки выиграли мы же пока все матчи выиграли нас впереди одна игра с юниором и помимо этой турнирной гонки еще была гонка бомбардиров там гонка лучших игроков сезона потому что мы снова выкладывалась по гол плюс пас и долгое время эту гонку возглавлял максим лин из ривьеры такой достаточно амбициозный парень футбольный играющий такой в меру зазнайка силу наверно своего мозга в мозга возраст хотел сказать разумеется вот и долгое время он был в лидерах и сразу после первого тура когда он забил третьему центавру написал под постом где там он в лидерах что так все и останется будет первый но спойлер максим или не будет лучшим аббардиром не будет лучшим ассистентом и не будет лучшим игроком по гол плюс пас касаемо самой игры с импульсом 2 ну что сказать молодые ребята они в общем-то наверное немножко даже испугались прям перед игрой просили нас играть девятером мы больше в шутку наверное знака мы играли 104 но все-таки они так как-то наверное морально были не готовы к игре против взрослой команды и не просто взрослой еще и крепкой пофутбольнее поэтому в первом тайме было 60 втором тайме плюс один гол отквитал но мы ответили еще семью голами 13-1 сверх уверенная победа у нас там серия вообще как сумасшедшая 11-1 потом 15-16 но теперь 13-1 вот ну остается последний тур против юниона главное как говорится не обосраться потому что по в том году плюш велиги должны были выигрывать мы проиграли последний тур дата потом были еще сомнительные события после этого но в целом мы проиграли последний матч и вопросы к себе должны быть первую очередь мы упустили чемпионство в этот раз еще перед этой игрой все говорили очень похожую ситуацию достаточно четырех очков для чемпионство также был и плюшки главное их набрать и набрали сейчас ничья не победа мы чемпионы но естественно будем играть на победу мы соберемся максимально убойным составом против юниона не знаю как они приедут сами если у них какие-то задачки там биться они приедут просто для себя поиграть ну нам это не столь важно потому что юнион если соберется это крепкая команда если соберется это середнячок скажем так уж на дублях обыграл 5-1 виктор tell us how we can make this wonderful career and playing center one when your friends became so big losers just your talent talent doesn't really make it all you have to have talent and of course but these guys don't have talent yeah какие у нас ближайшие планы очень просто в эту субботу мы играем крайний матч нашего чемпионата я надеюсь на их чемпионы празднуем и кайфуем дальше у нас будет три недели которые мы постараемся посвятить матчам с медийными командами уже есть определенные договоренности к примеру на 99 процентов мы в августе сыграем матч против полуфиналиста медийной футбольной лиги не буду пока спойлерить название не открывай по моему но это интересная команда и я уверен что футбол получится классный дальше планируем играть медийные матчи и насчет будущего нашего наверное будем в следующем выпуске рассуждать какие есть лиги куда можно заявиться и какой будет контент и прочим к этому вернемся особенно я хотел бы отметить как вообще команда ну пока я говорю наверно больше про основу восприняла эти изменения которые теперь происходят что мы теперь делаем контент что теперь я там в роли какого-то блогера и так далее на самом деле все восприняли позитивно начали там оставлять свои отзывы комментарии давай еще прикольно мы ждем выпуск в общем это мне понравилось и когда была игра и я уже там что-то подснимал на разбинке все вели себя более активно понимали что для чего это вообще да что что-то войдет что-то не войдет более раскрепощенно что-то отвечали в целом уже пошла такая динамика что команда раскрепостилась и наверное понимает что мы теперь не только спортивный проект мы думали мы что-то еще касаемся из медиа и теперь нужно всем совмещать нельзя чтобы я один снимал ходил все были так не получится вот но самый забавный момент был в конце матча с импульсом который ну даже я еще не настолько погрузился в медийный футбол набили штрафной достаточно опасный может быть метров с двадцати и кто-то из пацанов я слышу кричит никит давай без стенки сделаем контент я так и думаю вы чё дебилы в стенку встали сейчас угол пропустим ну я примерно это и крикнул вот но в целом то думаю блин прикольно то есть процесс запустился настолько что пацаны играют футбол да это легкий матч мы крупно выигрываем но думают о том что чтобы сделать прикольного чтобы потом это можно было вставить в ролик это было весело и прикольно вот поэтому интересно процесс запущен мы в завершение блин я зашел посмотреть сколько просмотров на первом видосе больше 700 честно когда я снимал первый ролик я такой думаю ролик с ничего обычного собрал 200 просмотров там как бы ничего обычного какая ну команды который играл все-таки на мкс там матч то есть снять на камеру смонтированный человеком который занимается думаю но тогда мой ролик пускай наберет хотя бы 150 а тут блин в несколько раз больше и там не захожу в google youtube аналитика теперь чуть-чуть вникает это написано что показателем одного двух трех дней это самое топовое видео на нашем канале но по крайней я не знаю как там за год показывается оно самое комментируемое вообще за историю канала я кстати вот только сейчас догадался на днях посмотреть оказывается канал был создан уже в 2010 году представляете 12 лет каналу понятно что мы его долгие годы использовали просто как наполнитель мы снимали там мачо полностью запись где-то разбирали их вот ну чисто технически использовали как платформу а контент там начали снимать может лет пять-четыре назад это по чуть-чуть как бы вникай во все это и с использованием контент-мейкеров до которые приходили к нам и все это организовывали монтировали снимали повторюсь это гоша костянка тот кто родоначальником был c youtube и потом подхватил лад иванов последний сезон на саня лутывинов все три прикольных чувака у меня есть не то чтобы мечта но большое желание однажды чтобы все обстоятельства ложились и мы вчетвером как-нибудь сели в кадр и что-нибудь сделали или может какой-нибудь челлендж записали короче это будет точно разнос потому что все пацаны по-своему забавные хорошем смысле этого слова то есть но с ним по-любому это весело но пока не все так гладко далеко не все они находятся в москве и поэтому ну ждем ждем хорошо для этого и подходящего для этого время еще раз скажу спасибо за то что оставили кучу отзывов прошлому ролику я кому-то ответил лично на возникающие вопросы кому-то ответил в этом видео у меня есть такое предложение я хочу чтобы видео состоял из нескольких блоков да где-то я что-то вам рассказываю где-то матч где-то еще какие-то будут ставки от наших игроков и сотрудников и хочу чтобы была какая-то рубрика минут на 3-5 ну не рубрика просто блог где я буду рассказывать эту тему которую вы выберете я буду предлагать вам эти темы вы будете в комментах это лайками на комменты ставить свои реакции чтобы вам хотелось больше и в следующем выпуске я буду про это рассказывать потому что на самом деле огромный объем информации которые можно рассказать про центавр но вопрос что интересно да не записывая же часовые видео поэтому будем разбивать и в приоритетности буду рассказывать которые будете выбирать вы на сегодня предлагаю три темы для следующего выпуска ну как основные и ключевые первое медийный футбол все-таки у нас да мы в него заходим поэтому если интересно я могу рассказать с какими медийными людьми и персонажами как год называете центавр пересекался кто за нас играл то у нас может быть снимался на канале кто к нам просто заезжал с кем я может быть это общаюсь я где пересекался в общем это большое количество блогеров и самый прикол в том что про большинство из них мы сначала познакомились играли где-то что-то там а потом только когда-то я начал узнавать что они снимают youtube они там блогеры и так далее то есть в этом есть определенный прикол вот поэтому если интересно первое рассказать про медийных личностей или там футбольных блогеров как с которой пересекался центавр или я лично вот второй пункт поскольку наш текущий зон подходит концу может быть вам будет интересно чтобы я сделал обзор лик любительских формате 11 на 11 москве и области которые доступны для заявки которые может зайти любая команда и играть организованно футбол их несколько есть плюсы минусы у каждой я не мне кажется очень подробно знаю про каждую из них в том числе и про кфк москвы и области могу вам это рассказать опять же если это интересно и третий пункт это тоже про футболистов но профессиональных поигравших на уровне как минимум российской премьер-лиги как максимум еврокубков сборных и прочее если вам интересно узнать кто из таких по-настоящему больших игроков играл в центавре или как минимум тренировался с центавром как-то заходил или имел отношение к нашему клубу это пункт 3 пишите в комменты что хотите узнать про профи которые у нас были но я повторюсь что мы я не буду перечислять всех ребят кто там приходил из второй лиги условно то что их было очень много вот и до сих пор есть ребят кто играл там во второй лиге или где-то там в загранице но не в топовых чемпионатах нет мы будем перечислять только ребят которые ну игроков которые поиграли действительно на узнаваемом уровне как минимум российской премьер-лиги но по факту большинство играл еще и в лиге чемпионов вот если интересно пункт 3 футболистов пункт 2 про чемпионаты и пункт 1 про медийных игроков которые заходили в цех пишите в комменты и я думаю что 45 минут следующего ролика я посвящу этому про что-то возможно вы вообще услышите впервые много разговор уже говорил благодарил вас за реакцию прошлом ролику если вы это посмотрели и вам хочется видеть продолжение влепите лайк напишите в комментах можно уже не писать о никита как круто я понял супер ребят что вам понравилось супер но в этот раз я хочу услышать от вас конкретику про чё про что вы хотели бы дальше слушать вот эти три темы которые я предлагаю вас возможно вы предложите какую-то свою и другие люди которые будут смотреть комментарии им понравится они залайкают и тогда я просто внесу и в следующий уже опрос а может кто знает и сразу напрямую буду рассказывать именно про это вот поэтому такие дела такие дела это был никита калачев центавр поставьте колокольчик чтобы следующий раз вы сразу увидели видео только на выходит на ютубе потому что много социальных сетей контакт фейсбук инстаграм телега ватсапе даже больше статуса то есть бывает пока ты все выложишь уже там больше часа пройдет везде а так первый всегда видеть те кто поставил колокольчик на ютубе подписан наш канал ну и в принципе если у вас карма хорошая то ролики c для вас всегда будут вылезать первым все на этом пока так смотрите за нашим каналом и всем пока пока всем привет я данила калачев футболист из центавра я уже два года там тренируюсь и всегда буду и когда вырасту буду и всегда буду до свидания